Нероскошная я Венере, неуродливой химере, в имнах жертву воздаю, я похвальну песнь пою, волосам от всех почтенным, по груди распространенным, что под старость наших лет уважают наш совет. Михаил Васильевич Ломоносов «Гимн Бороде. Середина XVIII века». История Бороды с древности и до современности – тема очень специфическая и во многом туманная, но очень интересная и в настоящее время актуальная. Взгляд в прошлое с ракурса растительности на лице открывает историю с абсолютно нетривиальной стороны. Борода, как известно, была уже у древних людей. Существует несколько объяснительных версий ее функциональностей. Возможно, она использовалась для повышения статуса сородичей наподобие некой боевой раскраски. По мнению Чарльза Дарвина, борода увеличивала привлекательность самцов, возникнув из-за полового отбора. При этом растительность на лице была элементом защиты от ударов, а также предохраняла от холода. В истории древнего мира борода пользовалась огромной популярностью. По одной из версий, форма бороды была этническим маркером, который позволял отличать народы друг от друга. Бороду носили персы, ассирийцы и многочисленные народы древней Месопотамии. Главным исключением являлся Древний Египет. Здесь все мужчины напротив брили бороду. Ее мог носить лишь фараон, но и у него растительность на лице являлась накладной. Фараоны использовали разные формы бороды, но чаще всего с косичкой на конце. Возможно, египтяне стали бриться из-за жары, и только затем борода превратилась в символ царской власти. Именно в Древнем Египте появилось выщипывание, эпиляция глиной, также получили распространение первые бритвы. В Древней Месопотамии длинные и ухоженные бороды носили как цари, так и боги. Их роскошный внешний вид мы можем оценить по изображениям Хамурапи или Гильгемеша. У древних евреев вовсе существовал религиозный запрет на бритье бороды. Ее утрата означала потерю чести. Вплоть до IV века до Новой Эры в Древней Греции существовала мода на короткие и аккуратные бороды. Ее носили известные государственные деятели, такие как Перикол, Фемистокол, а также всем известные философы Сократ, Платон, Аристотель. Великий же завоеватель Александр Македонский, как ни странно, повлиял и на исчезновение бороды. Так, согласно легенде, перед походом в Индию Александр узнал, что местные жители и воины хватают за бороду во время ближнего боя и закалывают таким образом противника. И вот тогда, по приказу Александра, все греческие солдаты сбрили свои бороды. Якобы именно после этого мода на бритье пришла как в Грецию, так и в весь Средиземноморский мир и даже к завоеванным персам, а затем и в Древний Рим. При этом бриться до кожи в Греции было не обязательно. Разрешалось оставлять щетину. И, кстати, уже тогда существовали различные бритвы, медные, бронзовые и стальные. Что касается Рима, то долгое время там была распространена мода на бритое лицо и короткую стрижку. Это вообще считалось символом цивилизованности. Так, на скульптурных портретах Гая, Юлия, Цезаря и Октавиана Августа мы видим как раз гладковыбритые лица. Борода долгое время воспринималась как атрибут варваров. Даже слово «барба», то есть «борода» и «барбарус», «варвар» по латыни, во многом созвучны, хотя и не производны друг от друга. Варваризация Рима в новой эре проявилась в том числе и в появлении моды на бороду. Так, первым римским императором с бородой стал Нерон. Кстати, его настоящее имя – Луций Домицей Агенобарб, то есть «рыжебородый». К слову, еще один «рыжебородый» – это Фридрих Барбаросса. Барбаросса переводится как «рыжая борода», император священной римской империи XII века. Да, это тот самый император, который утонул во время Третьего Крестового Похода. Очень забавно, что именно в его честь был назван план нападения на СССР. Воистину, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Но вернемся в Древний Рим. Император Адриан во II веке Новой Эры окончательно вел моду на бороду и усы. Удивительная закономерность – чем слабее становился Рим, тем длиннее оказывались бороды у римлян. А затем, уже в средние века, в новое время происходило некое чередование моды в Европе. Да, короткие волосы и большие бороды, как символ мускулинности, могли сменяться на длинные прически и бритость, как символ женственности. В Средневековье варварские элиты стали подражать римлянам и стали бриться. Хотя представители элиты могли отпустить бороду в отдельных случаях, например, во время траура, ссылки или отшельничества. Обычные же жители, те же крестьяне, бороды носили, поскольку бритье являлось очень дорогой и весьма болезненной процедурой. С XII века стали известны уже разные стили бороды и усов. Существовали бороды до живота, заостренные и даже длинные бороды в форме птичьих хвостов. Например, у викингов бороды были в моде как у самих воинов, так и у богов. Например, Тор, в отличие от фильма, был как раз-таки пышнобородый. Известно, что в исламе ношение бороды обязательно, поскольку сбривший бороду уподобляется женщине. В связи, в том числе с этим, участники крестовых походов сбривали бороды, чтобы отличаться от местных жителей. Что же касается католического духовенства, то оно брилось и продолжает делать это по сей день. Кстати, после церковного раскола XI века православные обвиняли католиков, в том числе в бродобритии. Хотя некоторые папы римские в средние века все-таки бороды носили. Серьезные изменения наступили в эпоху Возрождения. Так, в период раннего Ренессанса мужчины принялись активно бриться. Тогдашний идеал мужской красоты – это быть похожим на юношу в любом возрасте. Ну, яркий пример – это автопортрет Рафаэля, Рафаэля Санти на его фреске «Афинская школа». Однако уже в позднем Ренессансе мода на бороды вернулась. Сначала это были пышные бороды. Мы видим их на портретах кисти Ганса Гальбейна и Лука Сокранаха. В конце XVI века становятся популярны узенькие ухоженные бородки, требующие постоянной заботы. Такую носил, к примеру, французский король Генрих Наварский. В эпоху барокко, в середине XVII века, борода на долгие два века вышла из моды. Дело в том, что Франция уже в то время являлась европейской законодательницей мод. А главным ее законодателем – король Людовик XIV, король солнца, который начал бриться, а подданные принялись делать это в подражание. В эпоху наполеоновских войн солдаты стали носить небольшую щетину, но бород, понятное дело, не было. То есть в целом до середины XIX века сохранялась господствующая модель бритого лица. И модная революция произошла в результате самой настоящей революции, точнее серии революции, знаменитая «Весна народов» 1848-49 годов, после которой во второй половине XIX века мода на бороду и усы распространяется по всей Европе. Она становится повсеместной. Например, со времен Крымской войны до нас дошли первые военные фотографии, и вот на них запечатлены английские и французские солдаты, заросшие и вернувшиеся из России домой с бородами. Примечательно, что в XIX веке за бородой почти не ухаживали. Она находилась в естественном состоянии, как некая мочалка, и смотрелось это, честно говоря, не очень эстетично. Но именно такую бороду носили мировые знаменитости. Калм Маркс, Чарльз Дарвин, Лев Толстой, Дмитрий Менделеев. Дошло до того, что в начале XX века брились только актеры. Существовало даже выражение. По-актерски бритое лицо. Все изменила Первая мировая война, которая распространила моду на бритье. Первая причина – необходимость соблюдать гигиену. Вторая – необходимость надевать противогаз. А сделать это, надеть противогаз бородой – это процедура достаточно проблематичная. В результате во второй половине XX века, во второй четверти XX века, бритье стало повсеместным феноменом. Частичное возвращение моды на бороду произошло в 60-е годы. Например, бородатые хиппи ссылались на Иисуса Христа. Бороду стал носить даже Джон Леннон. А кубинские повстанцы во главе с Фиделем Кастро были известны как барбудас, то есть бородатые. В 80-е годы мода на бороду вновь пошла на убыль. Однако во втором десятилетии XXI века мода на ухоженную бороду захватила мир, в связи с чем расцвела сеть барбершопов. Что касается истории бороды в России, то восточные славяне, скорее всего, не брились. А уж после крещения Руси из Византии вовсе пришло обязательное бородоношение. Борода считалась неотъемлемой частью благочестивого христианина и символом мужской красоты. Об обязательном ношении бороды писали многие православные иерархи. Например, это требование указывалось в кормчих книгах, в сборниках правил, в так называемых номоканонах. Таким образом, ношение бороды стало традиционным на Руси. Даже появилось выражение «клянусь своей бородой». Так, согласно древнейшему своду законов русской правде, вводился высокий штраф за ущерб бороде другого человека – 12 гривен. Это всего втрое меньше штрафа за убийство. Однако были и исключения из правил. Например, Василий Третий, отец Ивана Грозного, в 47 лет сбрил бороду по западному обычаю, чтобы понравиться своей молодой 18-летней жене Елене Глинской. Но когда бояре стали подражать князю, этому воспротивилось духовенство, и мода на бритье на Руси не прижилась. Стоглавый собор при Иване Грозном подтвердил запрет на брадобритие – безбородому нельзя войти в Царствие Небесное. А вот Лжедмитрий I, самозванец, который стал царем, брил бороду и стал восприниматься как нарушитель русских традиций. В 17 веке шел процесс постепенной европеизации страны, но борода в России держалась до последнего. Так путешественник Адам Алиари писал, что бояре с длинной бородой пользовались наибольшим уважением. И даже церковная реформа патриарха Никона сохранила запрет на брадобритие. Ношение бороды устраивало как старообрядцев, так и новообрядцев, и не стало причиной церковного раскола. Радикальное изменение произошло только при Петре I, хотя сам Петр, к примеру, носил усы. Он не полностью избавился от растительности на лице, хотя бороды, разумеется, у него не было. После Великого посольства царь собрал бояр в Преображенском дворце, стал рассказывать о своем путешествии и собственноручно обрезать бороды боярам. И вот этот хрестоматийный эпизод стал таким символическим актом разрыва с прошлым. Потому что вы понимаете, что до этого мы на протяжении всей отечественной истории, наши мужчины бороды носили, а если не носили, то все, в рай этот человек уже не попадал. То есть насколько сильный был, что называется, разрыв шаблона, вот это действие Петра с бритьем бород. Сначала Петр ввел официальный запрет, чтобы ни один боярин не появлялся на перах с бородой. А затем распространил этот запрет для всего боярства. Очень интересно, что в России в то время почти ведь не было цирюльников, парикмахеров. И Петр специально отправил их для обучения за границей. Затем он издал указ, дозволявший носить бороды священникам и диаконам без плата. Однако со всех остальных категорий взималась особая пошлина. Уплатившим выдавался специальный бородовой знак. Интересно, что с разных категорий людей взимались различные суммы, но всегда они были довольно большие. 30 рублей с бедных горожан, 60 рублей с посадских, 100 рублей с богатых купцов. То есть не каждый человек в Российской империи мог себе позволить носить бороду чисто по экономическим причинам. Хотя крестьяне в селе носить бороду могли, но вот если они приходили в город, то обязательно платили одну копейку. Впрочем, у этих драконовских мер Петра были и санитарные причины. Дело в том, что борода в то время это был инкубатор в шее и источник заразы, в том числе тифа. Также не существовало средств личной гигиены, из-за чего борода находилась в непрезентабельном виде. Не было, например, сосудов для питья с узким горлышком. Поэтому многое попадало на бороду и грязнилось. Отсюда знаменитое. По усам текло, по бороде текло, да в рот не попало. В первой половине 19 века борода стала символом несчастья или желания посвятить себя духовной жизни. Например, Александр Первый говорил, что вот если он проиграет войну Наполеону, то отрастит бороду и уедет в Сибирь. Отчасти именно эти слова лягут в основу легенды об альтер-эго Александра, старце Федоре Кузьмиче. Затем славянофилы стали носить бороду как некий символ допетровской благочестивой старины. Николай Павлович, Николай Первый, это император, первый со времен Петра с растительностью на лице. Правда, у него была не борода, а как и у Петра были усы. Именно он вел моду на усы и ему начали подражать придворные. Хотя на самом деле Николай отрастил усы, чтобы закамуфлировать вскочившую у него бородавку. И он, кстати, разрешил носить усы бакенбарда военным, но не гражданским. Его преемник, сын Александр Второй, имел пышные бакенбарды. И он уже разрешил носить бороды во всех войсках, кроме гвардии. Так многие генералы стали походить на допетровских бояр. К примеру, белый генерал Михаил Дмитриевич Скобелев. Но уже Александр Третий носил пышную бороду и разрешил носить ее гражданским чинам. При нем бороду носили многие великие князья, в том числе цесаревич Николай Александрович. И став императором Николаем Вторым, он сохранил эту самую бороду. В Советском Союзе не было законов о растительности на лице. Но мужчины, как правило, брились. Борода стала атрибутом геологов, художников и диссидентов. Обязательное бритье сохранилось только в армии. В современном же мире бородой никого не удивишь. Однако положение человека подчеркивает не наличие или отсутствие бороды, а степень ухода за ней. Так человек с ухоженной бородой добавляет себе статусности. Тогда как неухоженная борода вызывает ассоциации с бедностью и даже с бездомностью ее обладателя. Завершим, как и начали, словами Ломоносова. Ах, куда с добром деваться! Все уборы не вместятся. Для их многого числа борода не доросла. Я крестьянам подражаю и как пашню удобряю. Борода теперь прости, в жирной влажности расти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok